Это немецкая овчарка, это русский, но еще лаборатор. Лаборатору мы с собой не взяли. Они помогают чебанам гонять овец в дурцы, то есть такие большие-большие стадаши вовцы, не расцветали. Вы знаете, что собаки одни из них... Собак мы специально взяли самых спокойных. Собаки, конечно, могут нервничать, потому что они не привыкли работать с детьми. Все-таки они работают со взрослыми людьми, да, вот на пункте пропуска. Они привыкли к скоплению людей, но вот ребятишек не знаю, посмотрим. Но мы брали не агрессивных собак, самых спокойных, чтобы все-таки ребятишки посмотрели, даже могли подойти погладить и сфотографироваться с ними. С собой мы взяли две собаки у нас, немецкая овчарка и русский спаниэль. Ну, для примера, что разные собаки. Ну, у нас есть еще лаборатор работает и бельгийская овчарка. Ну, вот в основном представители на таможне работают немецкая овчарка и спаниэль. Мы для своих семей, которые состоят у нас на учете в Центре Доброта, часто проводим мероприятия, но подобного рода именно с животными мы проводим впервые. Мы пригласили родителей с детьми, чтобы они могли провести время на свежем воздухе, пообщаться с животными, узнать много полезной и интересной информации о домашних питомцах, также прокатиться на лошади и получить заряд положительной энергии. Понравилось?